96 человек участвуют в голосовании. Пять вопросов. По каждому из этих вопросов ровно половина людей за, ровно половина против. Но человек голосует не пять раз, а только один раз. Если по большинству вопросов он за, то говорит за, если по большинству он против, то говорит против. Вопрос. Какое наибольшее количество людей могут проголосовать за? Ну и, разумеется, ровно такое же наибольшее количество при другом варианте может проголосовать против. Решение задачи такое. Смотрите, сколько здесь в принципе людей за вопросы, которые за? Ну понятно, сколько. Надо пять умножить на сорок восемь. Представьте себе, что когда человек голосует за, получается ровно три за, а в других двух случаях он против. Значит, мы должны разделить на три. Сорок восемь разделить на три – это шестнадцать. Шестнадцать умножить на пять – это восемьдесят. Значит, больше, чем восемьдесят не бывает. Еще раз. Если есть восемьдесят один человек, который проголосовал за, то тогда восемьдесят один умножить на три больше, чем пять умножить на сорок восемь. И это дает нам противоречие. Значит, если мы сейчас предъявим картинку, такую ситуацию, когда восемьдесят человек проголосуют за, то у нас все получится. Давайте смотреть. Если было шестнадцать, сорок восемь делить на три. Поэтому давайте всех наших людей разделим на шесть групп по шестнадцать человек. И в таком случае, вот они будут у нас думать одинаково. Пять вопросов, шесть таких групп. Нас интересует таблица размером пять на шесть. Давайте я буду там, где за, ставить плюсик. Там, где против, ставить минус. И сделаю так. Представьте себе, что у нас здесь везде минусы. То есть, есть такие шестнадцать человек, которые против всего. А здесь тогда получается таблица пять на пять. И в этой таблице я сейчас сделаю так, что будет три плюсика в каждой строке и три плюсика в каждом столбце. Вот пока что по одному. Теперь еще прохожу. Теперь уже фа два. И еще раз прохожу. Ну вот. Ну а все остальные, разумеется, минусы. Все остальные минусы. Получился тот самый пример. Ну, действительно, у нас все восемьдесят человек, кроме этих шестнадцати, проголосуют за, потому что в каждом столбце есть три плюса. И по каждому вопросу действительно ровно половина за и ровно половина против. Редактор субтитров А.Семкин